Добрый вечер! Режим ЧП продлен, но помощь и поддержку получит каждый казахстанец. Дорога домой. С запада на юго-восток страны перенаправлены еще 55 жителей Алматинской области. Зеленый коридор. Иностранцев с просроченными сроками разрешительных документов пропускают через блокпосты, чтобы дать им возможность уехать на родину. Зеленый коридор. Президента каждый житель страны ждал с большим энтузиазмом. Ведь этот период оказался сложным для многих граждан. У кого-то существенно снизились доходы, кто-то потерял работу, а кому-то пришлось поменять жизненные планы. 16 марта в стране введены жесткие карантинные меры. Приостановлена работа общественного транспорта. Большинство организаций перешло на дистанционный режим работы. Проводится дезинфекция улиц и жилых объектов. Все заразившиеся граждане получают медицинскую помощь. Соответственно, принятые меры позволили избежать массового заражения людей, как, например, в ряде стран мира. Мне пришлось принять столь непростое, но необходимое решение, чтобы предотвратить широкое распространение опасного вируса в Казахстане. Это в значительной степени удалось. Пандемия не растет в геометрической прогрессии. Действия Казахстана получили положительные отзывы Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов. Нашей главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан. Мы также принимаем меры по сохранению доходов населения, обеспечению социальной и экономической стабильности. В период чрезвычайного положения мной обнародованы два пакета мер поддержки. Идет их активная реализация. Хотя они обходятся без административных промахов, которые вызывают справедливые нарекания общества. Как говорится, обещано, сделано. Государство оказало колоссальную поддержку казахстанцам. 4 миллиона 250 тысяч человек получили финансовую помощь. Более 570 тысяч получили продуктовые наборы. В перспективе планируется обеспечить продуктами более одного миллиона человек. На ежедневной основе выделяются средства из фонда «Безбергемес», созданного по инициативе Ельбаса. Еще более 1 миллиона 600 тысяч человек получают помощь от государства на оплату коммунальных услуг. На постоянной основе проводится мониторинг наличия и качество продовольственных товаров. Необходимых продуктов в стране достаточно. Местные власти осуществляют контроль за ценами на социально значимые продукты. Оказана помощь и бизнес-сообществу. Субъекты малого и среднего бизнеса получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 миллиардов тенге. Малый и средний бизнес сегодня находятся в сложном положении. Если мы не поможем ему выстоять, о восстановлении экономики страны не может быть и речи. Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить около 1 триллиона тенге. Выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам, чтобы избежать сокращения людей и их зарплат, формируется реестр системообразующих компаний, которым будет оказана соответствующая поддержка. В него должны войти действительно важные для нашей экономики компании. Несмотря на все сложности, продолжают работать аграрии. Их труд заслуживает искреннего уважения. Вопросы проведения весенне-полевых работ решены. Никаких препятствий здесь нет и не будет, заверил глава государства. В Алматинской области для сельских тружеников организованы зеленые коридоры. На регулярной основке идет доставка техники, семян, гербицидов и удешевленного дистоплива. Напомним, в этом году посевные площади нашего региона превысили 1 миллиона гектаров. Я ездил в город Талдыкурган в АКЛ, ездил за запчастями, на посту остановили, сказали, куда едете, куда передвигаетесь. Я сказал, город Талдыкурган. Они у меня спросили, чем вы занимаетесь. Я сказал, сельхозпроизводитель. Я им показал индивидуальное предпринимательство, удостоверение личности. Ну и пропустили, проверили, пропустили. Никаких препятствий не было. Мы, как и все крестьяне, несмотря на то, что режим ЧС в стране введен, обязаны работать, должны работать, потому что работа на земле не терпит отлагательств. Весенние полевые работы у нас идут по плану. У нас работает более 500 человек. Мы никого не сокращаем, в отпуска никого не отправляем. Которая была обещана солярка, удешевленная, мы ее уже получаем. Объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составил почти 6 триллионов теньги. Сумма весьма внушительная. А задача правительства и контролирующих органов – обеспечить абсолютную эффективность расходуемых средств, прозрачность всего процесса финансирования. Общая задача – не допустить негативного сценария в Казахстане. «Главное – здоровье каждого жителя страны», – еще раз подчеркнул президент. В то же время стоит смягчить правила карантина, где ситуации с распространением вируса находятся под контролем, отметил Тукаев. Государственной комиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны. В первую очередь это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, цоны. Но при этом следует обеспечить соблюдение всех санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест. В повседневной жизни нужно придерживаться правил социального дистанционирования. Руководители предприятий и местные исполнительные органы несут за это персональную ответственность. Значительно вырастает роль акиматов всех уровней. Продолжится и выплата гражданам, потерявшим доходы в размере 42 500 тенге и за второй месяц. Вновь подавать заявку не нужно. Все будет осуществляться на основе предоставленных ранее документов. Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы. Хочу сказать спасибо большое нашему правительству, что все-таки как-то думает о наших людях, которые оказались в данный момент в сложной ситуации. Деньги получили, поэтому людям терпение, спокойствие, все свои выплаты получат. Допустим, я в течение недели после подачи заявки уже получила деньги. Частичное послабление карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни. Четко обозначил президент. Все торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места, массовое скопление людей будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах и школах. А уже далее правительству и Нацбанку до 11 мая необходимо подготовить план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей. Ведь наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития и будет жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную глубинную трансформацию экономики и систему госуправления. Сегодня вновь обращаюсь к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Еще раз выражаю благодарность нашим врачам и всему медицинскому персоналу, сотрудникам правоохранительных органов и военным, которые стойко и самоотверженно обеспечивают безопасность людей. Благодарю волонтеров. Они, несмотря на риски, ежедневно помогают нуждающимся гражданам. Хочу выразить признательность журналистам и работникам средств массовой информации, продолжающим снабждать граждан оперативной и достоверной информацией. Слов поддержки заслуживают и работники госаппарата. В сложнейших условиях обеспечивающие жизнедеятельность государства и реализацию пакета антикризисных мер. Кризис показал, что Казахстан – это нация настоящих патриотов. В этом нет никаких сомнений. Сообща, мы справимся со всеми трудностями и проблемами. Резюмировал свое обращение глава государства. Азад Жумаханов, телекомпания ЖТСО, Нурсултан. И сегодня же глава правительства Аскар Мамин утвердил перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля возобновят работу во всех регионах, а в Шемкенте с 1 мая – с охранением жестких санитарно-эпидемиологических требований. Будут работать промышленные предприятия, компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины, организации в сферах транспорта, складирование, сервисы сельскохозяйственного назначения, обслуживание автотранспорта и некоторых видов сферы услуг, как банки и организации финансового сектора. Акимам областей и городов республиканского значения нужно обеспечить доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам, поручил премьер-министр Казахстана. Четкий алгоритм введения норм и стандартов уже начали вырабатывать в региональных штабах, в том числе и Алматинской области, о котором сообщат уже в ближайшее время. В этой связи поручается Министерство нациоэкономик совместно с Национальным банком в срок до 5 мая подготовить проект комплексного плана по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей. Министерство здравоохранения вместил в проект кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения предложение получения системы охраны здоровья и населения, увеличить объемы тестирования до 20-25 тысяч в сутки. Вторая партия ЖТСУССА прибыла спецрейсом из-за трав в Капшигай. Сразу после приземления все новоприбывшие сдали анализы на наличие вируса COVID-19. К счастью, ни у одного из них болезнь не выявлена. Анализы отрицательные. В связи с этим сейчас они отправляются по домам. 14 дней за ними будет вестись наблюдение. Каждый из них должен самоизолироваться. Дополним все 55 человек, прибывших, сотрудники компании «Тингис Шевройл». Учитывая сложившуюся ситуацию в мире, нефтяная компания временно прекратила деятельность, а работники распущены. Напомним, 23 апреля прибыла первая партия нефтяников в количестве 64 человек. По словам ответственных лиц, завтра, то есть 28 апреля, ожидается еще один рейс с ЖТСУССАМИ из Атраусской области. Провели нам тесты, сделали нам мазок, взяли с горла, взяли с носа слизистую, поместили в помещение, условия нормальные, питание нормальные. Все набрались терпения, дождались результатов анализов. Нам сообщили, что по району будут отправлять индивидуально каждого, ну, людей будут довозить до дома. Сами объекты сейчас мы посмотрели, вот, коншвак, мы там разместили, хорошие условия создали. С компанией «Голденбек» заключили договор на трехразовое питание. Утром завтрак, обед и ужин. Плюс мы сейчас, конечно, это, наверное, по Казахстану еще будет прибывать к нам, поэтому мы попоручили областного штаба, сейчас дополнительно ищем еще другие объекты. И вот подбираем такие зоны отдыха, чтобы они были, соответствовали и санитарным нормам, и чтобы было все аккуратно. Вот этот объект мы можем принять 80 человек. В целом мы 200 человек готовы в данное время уже принять. Полицейские Алматинской области организовали зеленый коридор иностранным гражданам. Жители Узбекистана из-за пандемии не смогли выехать на родину. Проживать в Казахстане по причине отсутствия средств тоже не предоставлялось возможности, в связи с чем они на свой страх и риск решили ехать домой. Рассказывает Антон Хатиновский. 23 апреля на блокпосту номер 4 по автодороге Алматы-Узкаменогорск правоохранители задержали граждан Узбекистана, направлявшихся из Восточно-Казахстанской области в город Алматы, чтобы с помощью консульства вернуться на родину. Срок разрешения на работу закончился несколькими днями ранее. Получив эту информацию, оперативный штаб полиции области связался с Генеральным консульством Республики Узбекистан, которое прислало просьбу о помощи. Мы позвонили в консульство, а также обратились за помощью к полицейским, которым сейчас выражаем признательность. Они очень помогли нам, ведь проехать через посты без разрешения сейчас невозможно. С тем, чтобы иностранцы могли продолжить свой путь беспрепятственно, полицейские передали им специальный документ из консульства. Следует отметить и отзывчивость простых граждан. В роддом ехал в Алмату. Сестренка родила, хотела ее тоже привезти, потому что там попутной машины не было. И сразу по пути их взял. Точнее, они попросили тоже с собой взять. По дороге спасибо. Хотел отметить личный состав именно Алакольского региона. Именно пост со стороны Койлыка. Прям разъяснили все, объяснили, помогли прям. Должностные лица, представляющие Казахстан, препятствовать возвращению иностранцев домой не стали. Напротив, надлежащим образом оформили необходимые документы и обеспечили беспрепятственный проезд, благодаря чему граждане соседней страны уже скоро окажутся у себя дома. Антон Хатиновский при содействии Пресс-службы Департамента полиции Алматинской области. Перед угрозой пандемии коронавируса важны сплоченность и единство. Поэтому поддержка, особенно незащищенных слоев населения, в особенном приоритете. Не забывает об этом уроженец Аксусского района Молдиар Нурбаев. Предприниматель на постоянной основе помогает землякам. И в этот столь сложный период для страны он обеспечил продовольственные корзины порядка 200 семей. Пристройка у мечети в сельском округе Аксу буквально превратилась в огромный продовольственный склад. Согласно списка, помощь получили порядка 200 семей из шести поселков. В период ЧП, когда введен карантин и работа остановлены, народу нужна такая помощь. Семьи получили по мешку муки, сахара, риса, макарон, подсолнечного масла и так далее. Это ощутимая поддержка для каждого. Инвалидами и пенсионерам организаторы доставили помощь на дом. 90-летняя бегайша Мажанова выразила признательность меценатам за заботу о земляках в этот сложный период. Желаю нашей стране процветания и единства. Нам, как пенсионерам, очень приятно, когда проявляют такую заботу. Молдиар Нурмалданов жил по соседству. Спасибо ему за то, что нас не забывает. Молдиар Нурбаев – почётный гражданин Алматинской области. Сейчас проживает в Алматы. Предприниматель систематически помогает землякам. Практически каждого жителя округа знает поимённо и в лицо. В связи с карантинными мерами приехать лично не смог, но поддержку оказал. Пусть таких неравнодушных людей будет больше. Помогая друг другу, мы становимся сильнее вместе. Молдиар Нурмалдаев – пример для молодёжи. Он уже не первый раз помогает нам. Поэтому неудивительно, что и в этот период чрезвычайного положения мы снова услышали о его благих деяниях. К слову, средствами мецената в 2018 году в местной общеобразовательной школе провели текущий ремонт. Поменяли крышу, завезли оборудование для занятий, компьютерную технику. Его девиз – быть полезным своему народу, полезными делами. Общими усилиями более 400 семей Коксусского района получили поддержку с момента старта акции «Безбергемес» по сегодняшний день. На приобретение продуктов питания, средств гигиены и защиты меценат, а также неравнодушные граждане потратили 4 миллиона тенге. Одна из самых крупных акций состоялась в Муканчинском сельском округе. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент. В составе продовольственной корзины исключительно социально значимые продукты питания. На закуп всего необходимого собирали буквально всем миром. Свою лепту, благотворительную акцию внесли сотни людей. Основным инициатором акции выступил имам нашего села. Его идею всецело поддержали местные жители, а затем и уроженцы аула, которые сейчас проживают в других регионах. Также свою лепту внесли некоторые блогеры. Мы рады, что успели обеспечить нуждающихся продуктами питания к началу месяца Рамазан. Некоторые из них соблюдают пост. Всего в ходе благотворительной акции продуктовые корзины доставили по 60 адресам. Приоритеты – пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. Приход гостей с продуктовыми наборами каждому оказался весьма кстати. Спасибо большое. Для меня это огромная поддержка, особенно в такое нелёгкое время. Желаю, чтобы пандемия отступила, и мы все пришли к привычному образу жизни. В этот священный месяц желаю всем казахстанцам здоровья, счастья и благополучия. Инициаторы заверяют, что это не последняя благотворительная акция с их стороны. По мере возможности они будут проводить сборы средств и обеспечивать нуждающихся продуктами питания, средствами гигиены и индивидуальной защиты. И в конце выпуска к другим новостям. В Талдокругане при пожаре погиб мужчина. Горела квартира на четвёртом этаже в микрорайоне Мушельтой. ЧАЭС произошло примерно в 16 часов 26 апреля в пятиэтажном доме. Через 7-8 минут прибыли пожарные расчёты, карета скорой помощи и сотрудники полиции. Языки пламени охватили почти всю квартиру всего за пару минут. Огнеборцами из двух подъездов по лестничному маршу эвакуировано 40 человек. В том числе 14 детей. Пожар ликвидирован в 1636 на площади 29 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 30 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники ДЧС Алматинской области. Однако находившегося в эпицентре возгорания спасти всё-таки не удалось. Предварительная причина возгорания – это непотушенная сигарета или курение. В связи с чрезвычайным положением в нашей стране все граждане находятся в домах. В связи с этим просим всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Это не курить в постели, содержать в исправности электропроводку, правильное использование газа в быту, не допускать игры со спичком детям, ну а также все правила пожарной безопасности. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание и оставайтесь дома.